Новый этап сотрудничества. Военно-морской флот заинтересован в продукции ульянских предприятий. Город на Волге посетил главнокомандующий ВМФ Николай Евгменов. Адмиралу показали площадки оборонно-промышленного комплекса. На авиастаре осмотрели военный транспортник Ил-76МД-90А. В Ульянском институте гражданской авиации гостям показали тренажеры самолетов, на которых занимаются будущие пилоты. На автомобильном заводе показали линию сборки и лучшие модели. Нашей гордости это 469-й УАЗик в современном исполнении с защитным покрытием раптор, усиленными навесными элементами, соответственно, ребюткой, усиленной подместкой, защитой картера. Это можно увидеть резиной большей проходимости. А еще двигатель 2,7 локального производства, откидной борт, дополнительные складные сидения. На Ульянском заводе сейчас наращивают темпы производства. В прошлом году из-за санкций на площадке искали новых поставщиков и проводили полную инвентаризацию. Сейчас, как отмечает исполнительный директор Алексей Спирин, завод покрывает потребности внутреннего рынка. Уже есть заказы и на февраль, и на март. И мы их уже часть подписали. То есть там количество пока не обсуждали, но у нас уже около 800 машин. Сейчас на первую половину года в обсуждении подписано. А какие заказы? Вместе с МВД, я считаю. Потому что у нас на МВД 240 машин на этот год и 250 на следующий подписали. Планируем их вытащить на более ранние конец. Другие предприятия продолжают выполнять гособоронзаказ. Одно из них – научно-производственное объединение «Марс», которое уже более 60 лет оснащает российский флот передовой техникой. По итогам визита стороны обсудили возможность использования потенциала ульяновских заводов в интересах ВМФ.